Приветствую вас. Я думаю, что первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что у вас нет цели. То есть вы пишете, как повести себя разумно. Это ваш вопрос. Чтобы что? Как выйти из этого состояния? Из какого состояния? Ваше состояние это состояние апатии. Ваше состояние это состояние психологической защиты от того, что происходит. То есть это абсолютно нормальное состояние, которое вы испытываете. Абсолютно нормальное. Сейчас именно это состояние вас защищает. Поэтому выходить из этого состояния вы не должны. Вам нужно использовать это состояние для того, чтобы перестать делать то, чего вы делать не хотите. И в этом контексте, в контексте того, чтобы перестать делать то, что вы делать не хотите, необходимо обратить внимание на, во-первых, не хотите идти к маме на темноте, так и скажите, что я не хочу, что я устал и так далее. То есть здесь коллега прав Кудрячев Игорь Леонидович и вам нужно владеть навыками бесконфликтного общения. В частности, посмотрите в интернете, например, я сообщения. Вот. То есть еще раз повторю. У вас нет сил, потому что вы постоянно делаете то, что от вас хотят. И вы не делаете то, что хотите вы. Сила ваша на исходе. Но когда вы не делаете того, что от вас хотят другие люди, это естественно встречает сопротивление. Особенно если раньше вы делали все, что от вас хотели. Вот. Ну и мама совершенно очевидно ваша властная и что определяет тот факт, что ваш муж такой достаточно бесхарактерный человек, да? Вот. Причем очевидно, что про отца его вы ничего не говорите, как бы, поэтому я предлагаю, что отец там не на первых родах. Вот. Что касается следующего момента, то это момент личных границ и отграничивания ответственности. Потому что вы слишком много берете ответственности и за своих родителей, и за себя. За себя, кстати, в том, что вас не касается, и за своего мужа, и за родителей. То есть второй аспект – это ограничение того, за что ответственны вы, и за что ответственны другие люди. Я бы сказал, что такое переживание из-за родителей, вам покажется это, конечно, может быть, жестоким и грубым, но такое переживание из-за своих родителей, которые являются взрослыми людьми, это не совсем нормально. Это задумка, что вы через чурки непримятны. На себя, опять же, вы не полагаете. А что будет, Настя, если вы перестанете делать что-то, что угодно для родителей вашего мужа? Вы освободитесь. Они не будут вас трогать, не будут вас игнорировать, не будет никакого унижения, ничего. Что будет, если вы заявите о своей позиции? Вашим свекрам, точнее, свекрови, если я понял правильно, придется вас просто принять. Такой, какая у него есть. То есть, по сути, ваша ловушка тупик. Это то, во что вы загнали себя сами. Есть такая, кстати, игра психологическая. Она называется тупик. Так вот, вы посмотрите про эту игру в интернете. Вы, общество специально, создали такую ситуацию и вогнали себя в такие условия, когда у вас нет выхода и хочется с собой что-то сделать. Это называется аутоагрессиво. Хорошо, что вы не хотите покончить с собой, но все равно это аутоагрессиво. То есть, нет выхода вашим числом. Так вот, что будет? У вас есть своя квартира, у вас есть своя жилье. Смучим, да. Но, вы можете, эм, сможем прожить. Вы можете к ним договориться. Главное, перестать идти на поводу того, что хотят от вас другие и делать то, что хотите вы сейчас. Ни свекровь, ни кто-либо еще вам ничего не смогут сделать. Дальше. То, что вы раньше жили с его родителями, и то, что вы чувствовали на себя давление, опять же говорит о том, что А. Вы не уверены в себе. Б. Вы склонны оценивать себя, других и так далее. От этого нужно отходить. Вы, вы боитесь. У вас есть страх, возможно, одиночество, возможно, чего-то еще. Здесь с этим, с этими аспектами тоже нужно работать. Следующее. Голоса в голове. Голоса в голове – это, так называемые, субличности, либо эго-состояния, в которых вы не ориентируетесь. Этому тоже можно научиться, чтобы вам было понятнее, что с вами происходит. У вас, по сути, нет взрослого аналитического эго-состояния. Вы находитесь либо в детском состоянии вы плачете, либо в родительском состоянии. А вы плачете и подчиняете. Либо в родительском вы обвиняете, там, ну, свекровь, там, и так далее, своего мужа и прочее. Дальше. Вы говорите о том, что муж вам обязан намного больше. Это очень тревожный знак, когда люди начинают считаться, кто кому чем обязан. На самом деле, никто никому ничем не обязан, но то, что вы считаете, то, что вы меряете, то, что вы сравниваете, это очень деструктивная история. И так подумать, то, раз вы не хотите уезжать обратно, раз вы эмигрировали, значит, муж и семья вашего мужа вам помогла это сделать. Ну, фактически, обязаны вы им. Но это не означает, что вы должны делать для них что-то. И все равно повторю, никто никому ничем не обязан. И вот сравнивать, намного большим он обязан, намного меньше, чем он обязан, это не важно. Понимаете? Когда вы говорите, что хорошее отношение к родителям у него благодаря мне, хотя раньше он их презирал за то, что они его даже минимально не поддерживали, вот здесь идет компенсация. То есть самостоятельно вы не реализовываетесь, но при этом вы переживаете это болезненное чувство, что вам обязаны, что вы недооценены и так далее. Это вас, опять же, никуда не приведет. Вот, то есть в целом представление у вас об отношениях, оно вот такое, материалистичное, больше, в самом деле, вы позволяли собой пользоваться. Ну, то есть самооценка, как бы. Вот вы написали одиночество. Да, одиночество тоже. Вы не принимаете себя. Такой, как бы, я не знаю, что у вас в родительской семье, но вот так. Понимаете? Поэтому в первую очередь, это, в первую очередь, вам необходимо перестать делать то, что вы не хотите. И увидите, что ничего страшного нет. Что ничего страшного не будет. Сказать честно, что вот, ооо, в крови сказать честно, перед днем родином, что вы не придете. Просто потому что, устали там, и так далее, вы не придете. Ну, все. Это ваше право. Да, и будет неприятно, вы пишите, что это будет еще больше поднимать волны. И пускай. Пускай. К вам это уже не относится. Это вопрос о разграничении ответственности. Личной границе. И тогда. Итого. Первое. Да? Это, значит, работа с вашими тетями. Сражением ваших чувств. С личными границами. Самооценкой. Отказ от оценочных суждений по отношению к себе и другим людям. Отказ от материалистичных умозаключений, вливающихся в некие ожидания чего-то от других людей. Вы писали, что, когда вы поняли, что все дело в вас, вот, будем в гостях возникнуть, вы ничего не ели, просто смотрели вдаль. То есть, это вас, опять же, задевает. Здесь смещение акцентов в себя на других людей. Далее. Вет собственной реализации. В тех условиях, которые есть сейчас. Знаете, что на полной работы вы не можете, но тем не менее. Постановка чешкой, адекватной, главное, достижимой цели для вас. Тут я имею в виду, что, к примеру, пока вы не получите документы, вы живете с мужем, вы не общаетесь с его родителями, если вы не хотите, или общаетесь только насколько вам это комфортно. И занимаетесь своим делом. Никто вас, я уверен, сам не выгонит, не высадит и так далее. С этим, я полагаю, смириться вы сможете. Вот. В принципе, это из основного. Далее, работа с голосами в вашей голове. Это работа с эго-состояниями, отслеживание этого эго-состояния. Чего хотят голоса, что они вам там диктуют и прочее, прочее, прочее. Вот. Анализ ваших отношений с мужем. Что-то, как бы, как вы вообще познакомились, что между вами общая вот эта ЭТП. Вот. Ну и анализ ваших детско-родительских отношений. Это то, что мне видится, то, над чем нужно работать. Вот. Вы просите помочь вам, да, как вести себя, как себя повести разумно, где нужна цель. Чтобы что. Вот. Как быть с мужем, опять же, чтобы что. Но однозначно думать нужно о себе. О нас никто не думает, никто не думает. И не подумает. Так, а вы не найдете думать о себе. Это, это однозначно. Вот и всё. В принципе. С поводу того, что вот вы говорите, что я не вижу, за что мне бороться. Это, если честно, я думаю, что своего мужа вы, получается, не любите. То есть, как бы, у вас нет возможности выражать свои чувства. Вот. Не любите вы, потому что вы себя не любите. Себя вы не любите, потому что вот вы говорите, что я боялся сделать что-то не то, сказать что-то не так, приготовить что-то плохое, вообще не приготовить. Вот я себя изводил и понимаю, а расслабиться не получал. Вот это. Это оценка себя. Постоянное обесценивание себя. Вот. Понимаете? Какая штука, какая штука. Вот. Вы пишите, что бабушка доводила вам за истерику? Нет. Это вы принимали на себя активность бабушка. Почему вы бабушку воспринимали всерьез, вы молодая, пожилого человека воспринимаете всерьез, ну, для меня загадка. И за неуверенностью в себе. Опять же. То есть, опять же, все вы принимали на свой счет. Так как я говорил, смещение акцента себя на других людей очень важно. Вот. Ну и поддержка веры в мужа, это опять же компенсация поддержки себя и веры в себя. Опять же, в таком состоянии вы не могли его поддерживать и не могли в него верить. Именно поэтому у вас такая патча. Вы верили не в него, вы верили в себя. Вот. Веря в то, что переезд в собственную квартиру в свои изменения не кидал. А это наивность. И детскость. Потому что, как бы, переезд не меняется, не меняет людей. И, наверное, последний момент, который я хотел вам сказать, то, что вы, вот, значит, вот так, вы начали замечать, что каждый вы ходите в гости. Мы. Вот кто такие мы? Кто такие мы и нас? Мы, это вы и он ваш муж. Почему вы ходите в гости? Такой вопрос. Что касается ситуации с родителями, я, если честно, не понимаю всего контекста. То есть, там, какая-то контрабанда, какие-то таблетки, какие-то ожидания, при чем здесь вообще вы? Я, если честно, не понял. То есть, вы об этом пишете, но смысл этого не понять. Вы не раскрыли эту тему, эту тему. Она не раскрыта. Абсолютно. То есть, как бы, следствия ясны, а причины нет. Кто кому что хотел передать? Как бы, если вам, при чем здесь свекрови? Если ваши родители свекрови, при чем здесь вы? Как бы, они обо всем говорят, они обо всем, они все обсуждают, они решают эти вопросы. То есть, вы вообще здесь при чем? Понимаете? То есть, глобальная проблема в том, что в вашей жизни постоянно есть кто-то еще. Это ваши родители, это родители, для никого быть не должно. В частности, локально. Глобально, понятное дело. Но, локально, нет. Я уже сказал, что это звучит грубо. Но, то, как вы переживали идея ситуации с родителями, говорит о том, что вы от них зависит. Так, может быть, дело не в свекрови? Или не в муне? А дело в вашей зависимости от своих родителей? От их мнения? Может быть, глаза в голове у вас не свекрови, не бабушке мужа, а ваших родителей? Все же. То, что вы должны сделать. И, может быть, именно от этого привала нужно избавиться. Освободиться, точнее. Обратить себе на пользу. Потому что вы не избавитесь. До конца. Подумайте. Подумайте об этом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Мне кажется, что у вас очень детское восприятие мира. Что если это хорош, если это плохое, на самом деле, мир состоит из полимеров. Вам лучше бы это пресно признать. Ну, лучше бы постараться вам это признать, что мир состоит из полимеров. Вот. Потому что по-другому будет сложно. В противном случае будет очень тяжело. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.